Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Благодарим Тебя, Господь, за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя, помилуй нас, Господи, помилуй нас. К милости Твоей прибегаем, спаси, помилуй нас, Леде Твое. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь, великие дивные дела Твои, Господи. Слава Тебя за прошедшую ночь. Ты сохранил, продлил нашу жизнь и разум сохранил. Благослови нас развить таланты Твои, дарованные Тобою, и умножить их. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, ибо без Тебя мы ничего не можем. Благослови на этот день возвещать дивное имя Твое и проповедовать Слово Твое, Евангелие. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создания Своё. Аллилуйя. Евангелие от Луки, глава первая. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самом начало очевидцами и служениями Слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать Тебе достопочтенный Феофил, чтобы Ты узнал твёрдое основание того учения, в котором был наставлен. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник Изавиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова имя Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а всё множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родить тебе сына, и наречёшь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится ещё от шрева матери своей. И многие из сынов Израильных, многих, обратит к Господу Богу их и предвидит пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям, и непокорил им образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Господи, прости меня, Брешина. «Слава Иисусу Христу!» Во славу Божию! Отошёл! «И предвидит пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям, и непокорил им образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захаре ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил сказанному, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался ним. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц постан был ангел Гаврила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрущённой мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Слава тебе, Боже наш, слава тебе! А она же, Мария, увидево, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказала ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнёшь в очреве, родишь сына, и наречёшь им имя Иисус, он будет велик, и наречётся сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святой найдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемость святое наречётся сыном Божиим». Вот и Лисавета родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошёл от неё ангел. Встав же, Мария в одни сии, с подспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Лисавету. Когда Лисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве её, и Лисавета исполнилась Святого Духа. И Лисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» «И откуда это мне, что пришла Матерь, Господа моего, ко мне?» Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моём, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. «И сказала Мария, «Велищет душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моём, что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость его в роды родов к боящимся Его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не изложил сильных с престолов и вознёс смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Авраму и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около трёх месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники её, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарияю. На это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоём, кто назывался бы с ним именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешили суста его, язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своём и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. И Захарий отец его исполнился святого духа и пророчествовал, говоря, благословён Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И возвих крок спасения нам и дому Давида, отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасёт нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Абрааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего, который посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира, младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, милосердный Создатель! Господи, ты исцелял бесноватых, исцели бунтующих, не принимающих слово Твое, изгони их легион демонов, не дай им погибнуть, жалься над ними, ибо всем надлежит умереть, а потом суд. И чем мы предстанем туда? Все здесь временное, сиюминутное, а за гробом вечность, и будет человек в царстве небесном, или с дьяволом брошен в озеро огненное, где плащ искрежет зубов, и нестерпимая мука во веки веков, и смех ваш обратится в плащ и рыдание, горе живущем ныне на земле, горе смеющимся ныне над Твоею погибелью, блажены плащащие, ибо они утешатся. Хвала Тебе, наш милосердный Создатель, слава Тебе, Господи, слава Тебе, милости Твоей полна земля. Найди новые души, и обрати их, коснись их сердца, найди их. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Господи, слава Тебе. Евангелие от Луки, вторая глава. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, и обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешно, поспешив, пришли и нашли Марию, Иосипа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие дивились ему тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна был посвящен Господу. И чтобы привести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели отче Мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же с матерью удивились, сказанным о нем, и благословил их Симеон и сказал матери Марии, матери его, «Се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время подойдя славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми и не найдя Иисуса возвратились в Иерусалим ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его удивились разума и ответом его. И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанного им слов. И он пошел с ними и пришли в Назарет и был Материос сохраняло все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал при мудрости и возрасте и в любви у Бога и человека. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, хвала тебе, Господи! Ты позволил прийти в это место и сказать, какой садом устроили люди здесь, какая погибель ждет тех, кто не щадит храм Божий, которым является тело, который табаком сокращает жизнь свою на 12 лет, который является преступником перед Богом. И Господь призывает, чтобы человек покаялся и впредь не творил сие зло. Ибо вы есть храм Божий, говорит Господь, и мы придем с Отцом и обитель в нем сотворим. Помилуй нас! Сатана не дает здравого смысла, но дымом разложение предмета скрывает истину. человек во тьме и не ищет света. Какое горе ждет его впереди. Как люди будут искать глоток чистого воздуха, чистой воды, но уже не найдут. Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Божий, будь милостив ко мне грешному, создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешную и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Велик Господь и достохвален, и близок ко всем призывающим Его поистине. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пошли добрые благовестники по всему миру, пошли миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все услышали радостную весть, что родился Спаситель мира, который взял на себя грех от первого человека до последнего и стал нашим заместителем на кресте. Господи, слава Тебе! Ты сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Господи, саделай слова Твои для всех живыми до разделения души и духа, составов и мозгов, чтобы судить помышления и намерения сердечные. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, счастье, поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Помилуй нас, Боже, помилуй нас! Доброе утро! Утро доброе! Так, вы хотите что-то спросить? Да, хочу очень. Только папиросу бросьте сначала, с курящим мы не разговариваем, когда он курит. Я слушаю вас, пожалуйста. Я бросаю, я бросаю. Все. Вот, бросил. Нету. Все. Может быть, и брошу вообще? Мне не интересует этот, как бы, этот, Бог нас не оставил, же? Если человек грешит, для него Бога нету, его им дьявол руководит. Мы храм Божий, вот. И Господь говорит, придем с отцом и вселимся, и обитель сотворим, а человек нагоняет туда дым. У человека рот называется уста. Иоанн Хронштадский говорит, уста курящего демонская кадильница. Курить больше не буду. Просто этот вопрос, а есть же такие заповеди, правильно? Правильно. Бога. Так, слушайте, внимательно, слушайте, времени тут у нас уже нету. Я вам скажу, запомните наши ресурсы, называется «Во свете Библии». Запишите. Вы там найдете ответ, ответ на тысячи вопросов. Я никуда не пойду, только пока если вы мне не скажете. Вот тогда я пойду. Давайте. Можете сказать? Говорите, поближе к микрофону, плохо слышно, к микрофону поближе. Хорошо, мне очень нужны ответы. Давайте. Мне нужны ответы, я думаю, вы мне ответите правильно, вы же пожалуйста. Мне очень Божья помощь нужна. Ну говорите, я прошу вас. Скажите, если же Бог издал заветы в плане не убей, не лжесвидетельствуй, правильно? Это же все смертные грехи, правильно? Это вот книга такая есть, называется Библия. Ее можно купить в любом православном храме. Нет, мне не книга, нет, просто я знаю заветы, но в плане там же было прописано не лжесвидетельствуй, не убей, и ну то есть это все же этот то есть даже не лги, но в плане не лжесвидетельствуй, это же получается смертный грех, правильно? Вы четыре раза повторили уже, говорите вперед по делу, времени нету, говорите. так вот, вот я и спрашиваю насчет вот этих вот тем, правильно я говорю, то, что даже лжесвидетельствование, это же смертельный грех, ну, смертный грех? смертный грех, и не надо это говорить, потому что всякая ложь от дьявола. Тогда получается все люди должны попасть в ад. А вы за всех то не решайте. Вы говорите о себе сейчас. Около полпроцента из всего мира попадут в рай. Да вы не знаете, зачем говорить пустое, это мы не знаем. Написано много званых, малоизбранных, никаких процентов нету. Ну, зачем это выдумывать? Ну, а зачем вы выдумываете? Так, что я выдумываю? Я считаю Евангелие. Евангелие 2000 лет назад написанное. В каждом храме считается евангельские заповеди. Я даже задал вам вопросы, и то вы сказали. Я вам ответил, говорите еще, какие вопросы? Процентов никаких Бог не сказал, чтобы мы высчитывали. У вас в голове дым, дымом набитый, это у вас рассуждение, это делайте поправку на это. Вы скажите, какие смертные грехи сказал сам Бог, Он написал на них? Все смертные грехи, в которых нет раскаяния. Вы дома материтесь, мать проклинаете, вы курите табаку, уничтожаете тело, это смертный грех, потому что нет покаяния в этом. А сколько всего смертных грехов? Никаких, не называйте по именам смертный грех, нет у этого. Все смертное, в чем нет покаяния, что противно здравому смыслу и священному писанию. Вы услышали сразу все, дальше второй вопрос. Конкретно именно про смертные грехи вы не можете сказать? Да никто не знает, их нету, зачем говорить? Я считаю то, что в Библии написано. С чего в Библии нет, о том не рассуждаем, говорит Иоанн Златоуст. Вы по делу говорите, что вас касается. Видите, вас сатана крутит где? Какие-то заботы, проценты, а сам куришь, и как живешь? Покайся, веруй в Евангелие, отсюда начнется новая жизнь. Дело не в этом. Не в этом. Вы скажите просто, зачем вы в эту рулетку зашли? Конкретный вопрос. Зачем? Я пришел для того, он Бог послал сказать людям, чтобы не грешили. Вы зачем пришли сюда? Это место разврата. Тут половина голая, 80% мусульмане. Я же как антихрист имею право. Да право можете, но это право закончится полным бесправием. Вы умрете дальше 36 лет наркоманы не живут. Вам слабый? Да, но более слабый. На один год дольше поживете только. На последние годы будете харкать туберкулезом. Ну знаете, я уже больше раз... говорите по делу, что вам хотелось бы узнать для спасения вашей души? Для спасения моей души мне хотелось бы знать конкретно, что мне сделать, чтобы спасти свою душу? Вот, слушайте внимательно. Если карандаш есть, запишите. этот вопрос задали апостолу. И они ответили, и в Деянии апостолов, 2 глава, 38 стих, 2, 38. Деяние. Покайтесь и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Деяние апостолов, 2 глава, 38 стих. Его спросили, что нам делать, чтобы спасти? Вот ответ который. Другого ответа не будет. Дальше. Дальше что? Еще вопрос? Покаяться? Все, вы одно и то же повторяете. Говорите, Даша, я вам ответил. Ответа другого никто не даст, верующие. Давайте. Зачем спорить-то? Мне нужны именно где были на скрижалях записаны сколько смертных грехов было. Еще, у вас храм православный есть там, где находитесь? Есть. Сходите туда. Я хочу у вас, я вопрос задал. Я ответил вам, никто не знает. Я отмечаю, всякий грех. Вот вы курите и не раскаяны в этом грехе. Это смертный грех. Человек матерится, мать клянет, и в этом не покаялся. Продолжает. Смертный грех. А здесь открыто, блудят, развращаются. все спрашивать. Если девушка в больнице показала, ну, показалось в этом... То есть вам ничего не надо. Пока, до свидания. Вы просто пустослов. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok